Так, пока меня не было, пока я тут переезжал в Америку, у перкинезица вышла новинка, фит с овсянкиным, называется «Ведьмы», и вот если вы смотрите это в записи, я просто хочу, чтобы вы знали, что сейчас сотни человек, единовременно, чат пишут, капсом, не надо, страшно, бегите, ужасно, это хуёво, это отвратительно, Дима, это пиздец. Зря, 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 удачи, я пошёл, это просто вот рандомные комментарии из чата, то есть с учётом всего того, что Андрей перкинезица за последнее время сделал, он ухитрился сделать что-то такое, что у людей, которые, казалось бы, привыкли ко всему, вот такая реакция. Чё там внутри? Мне уже просто интересно, что вызывает у вас настолько панику? Не надо, пишут, страшно, зря, беги, Дима, ошибка, не делай этого, не включай. Окей, вы меня заинтересовали. Всё, ну теперь я обязан это послушать. Боже помилую, пишут. Ну давайте, окей, давайте. Мы познакомились, когда вокруг нас бушевала вечеринка. Должна тебя кое о чём спросить. Конечно, давай, спрашивай. Ну, почему ты так стараешься выглядеть как ничтожество? Потому что рядом бедно, потому что рядом бедно, потому что рядом бедно, это бедно ты. Душа не в порядке у всех моих ведьм, и чем сильнее, тем приятнее смотри. На те карусели, что меня ждут, и пускай я в аду, я приму твой неду. Все мои ведьмы любят отраву, ведьма целует меня перегаром, тушит бычки, а мои детские травмы. Я говорю, что она так ласкала, я оправдаю всё, что угодно. Всё приравняю к рамкам нормального, ведь это так только сегодня. Завтра новая роль в треугольнике Карпмана. Работают чары, я опьянён. А это пока ещё перекинайся не было. Уже не уснуть, увеличивай дозу, если это начало. Что будет потом? Привыкать всю весну, передословить осенью. Тебя откачают, не сомневайся. Новые ведьмы, новыми зельями. Свободные роли в треугольнике вальса. Снова поделите, снова поделите. Как насчёт поиграть ещё в Толлер? Находить хорошее только в истерике. Кастинг прошёл в свободные роли. Между собою снова поделите. Душа не в порядке у всех моих ведьм. И чем сильнее, тем приятнее смотреть. На те карусели, что меня ждут. И пускай я в аду, я приму твой недуг. Ворон мудрый, ответни. А что там внутрь у ведьмы? В нынче бреднее, а утром исчезнет вредина. Врут её пальцы опять. Ей метла не мести, а летать. И даже подумать никто бы не мог. Одни лишь белки знают, зачем котелок. Что-то варит, но точно несут. Что-то варит и варится в этом сама. Она варит, а белки несут. Белоснежный орех ожидает леса. Ожидает медведь, заяц, волк. Ведьма в зельях любых знает толк. Похуй лесу весна. Пока варится снег в лесу. Весь год зима для всех. Душа не в порядке у всех моих ведьм. И чем сильнее, тем приятнее смотреть. На те карусели, что меня ждут. И пускай я в аду, я приму твой недуг. Душа не в порядке у всех моих ведьм. И чем сильнее, тем приятнее смотреть. На те карусели, что меня ждут. И пускай я в аду, я приму твой недуг. Я не знаю, как вам сказать. Ваши ожидания, конечно, ваши проблемы. Вы меня так настропалили. Вы такой ажиотаж раздули. Что я думал, что там какое-то прям выдающееся говнище. Вот такое, знаете, говно не имеющее аналогов. Вот прям аналогов нет какой-то. А это же просто хуёво. Ну, типа, я надеялся, что это будет что-то настолько архиотвратительное, что, не знаю, у меня истерика случится в процессе прослушивания. А это же просто хуёво. Это, ну, деградация. Вот как она есть. Всё то, что мы наблюдаем, уже не первый год. Ну, то есть, ну, ничего такого не произошло. Типа, это деградирующий, разлагающийся Андрей Перокинедис, который в таком состоянии находится уже много лет, о чём я много лет говорю. Поначалу, когда я об этом говорил, я как-то совсем не воспринимали. Потом как-то вот было где-то 50 на 50. Сейчас, по крайней мере, в моём инфопузыре вроде как люди, которые раньше даже упрямились, такие, ну да, кажется, что-то, блядь, здесь не так. Что-то вот явно пошло не по плану. Ну, так вот, происходит всё то, о чём я говорю уже много лет. Андрей Перклейс разлагается и деградирует. То есть, ну, это не так отвратительно, как, знаете, вот есть такие вещи, вот как фильм «Птица Калипсис», которые настолько хуёвые, что у тебя истерика, и тебе прямо хочется этим поделиться с миром. То есть, вот, когда это как-то по-особенному так хуёво, что отдаёт некоторым величием. Это же просто бездарная хуйня. Почему он даже на батлах 7 лет назад звучал лучше? Потому что старался. Потому что огонь был. Потому что желание было показать, доказать, сделать. Ну, всего имеется срок годности. Может, эта рафлаверсия есть нормальная? Да, да, да. Вот после каждого трека этот вопрос звучит. Нет. Тебе же на творчество подписчиков такое кидают. Ну, когда мне кидают такое на творчество подписчиков, ребята, у которых это, там, первая песня в жизни, ну, я обычно говорю, что, ну... Ну, рано это пока ругать. Ну, просто вот надо ещё писать, писать и писать. Обычно весь прогресс на таком этапе достигается количеством. Количеством и некоторой работой над улучшением. Когда это выпускает артист уровня Андрея Пирокинезиса, который, блядь, Стадиум Лайв собирает и миллионные стриминги имеет, я... Я как Джон Траволтон на той гифке, типа... Мне одному кажется, что вот тут говно и воняет. На самом деле, все те же самые тенденции продолжаются. Ничего не поменялось. Вы подождите, вот реально, квинтэссенцией всего происходящего должен стать альбом про Христа. Вот если обещанный альбом про Христа действительно выйдет вот в ключе всего происходящего, я думаю, что это будет идеально закольцованная история, после которой, ну, просто хватит. Не понимаю, как можно кучу раз подряд делать плохо, по сути, перестал слушать с 21-го года новые его треки, потому что чем дальше, тем хуже. Да потому что ему поебать! Ну, типа, ему просто похуй! Все, что написалось, все, что вывалилось из него, все идет в работу, видимо. Или просто, ну, отсутствует какой-то щит-контроль. Я говорю, тут есть только два варианта. И я не знаю, ну, оба хуже. Есть два варианта. Либо он действительно не слышит разницу между своими удачными работами и своими вот такими работами. То есть он просто не понимает, чем хорошее от плохого отличается. И тогда есть вопрос к профпригодности человека, которого за плечами больше 10 лет карьеры. Ну, как вот можно было не научиться отличать незабудки от дерьма за 10 с лишним лет? Либо второй в ряд. И опять же, я не знаю, что хуже. Либо он слышит разницу, что, ну, вот есть удачные работы, есть прям классные работы, есть говнище страшное, но ему до пизды. Похуй выпускаем. Схавают, посмотрят, все равно это принесет какие-то прослушивания, какие-то стриминги. Выпускаем все, все, все на продажу, все в работу. Я не знаю, что хуже. Если он понимает разницу, ему похуй, или если он после стольких лет карьеры не понимает разницы. Но что-то из этого правда. Ему все время говорят, что он гений. Это правда. Вот, поэтому, ну, я искренне считаю, что, ну, надо закопать уже эту стюардессу. Ну, все. Ну, закончился этот чувак. Был когда-то, хорош. Пазара нет. Ну, закончился. Отпустите с миром. Снег в лесу весь год зима для всех. Душа не в порядке у всех моих ведьм. И чем сильнее, тем приятнее смотреть на те карусели, что меня ждут.